книга открытым оком тема коммунизм том 26 вопрос 3835 при советской власти не было столько беспризорных проституции наркомании воровства разве это не так не перестройка ли довела до этого отвечает игнатий тихонович лапкин уже на второй год после крушения сатанинского коммунистического режима в стране заговорили о том что все это демократы виноваты можно подумать было бы что человек вырастает от дня рождения до занятия важного поста всего за один год да ведь эти новаторы и вдохновители все бывшие партийные бонзы и боссы все рвачество они уже заложили в себя тогда и там в партийных штольнях где нет веры в бога там иного и ждать не приходится а безбожество кто пествовал 72 года сколько водки выпито сколько стекол выбито сколько средств закошено сколько женщин брошено чьи-то дети плакали где-то финки звякали эх сивуха сивая жизнь была красивая 1959 год николай рубцов римлянам послание 1 глава 22 32 называя себя мудрыми обезумели и славу нетленного бога изменили в образ подобный тленному человеку и птицам и четвероногим и присмыкающимся то и предал их бог в похотях сердец их нечистоте так что они сквернили сами свои тела они заменили истину божию ложью и поклонялись и служили твари вместо творца который благословен вовеки аминь потому предал их бог по стыдным страстям женщины и заменили естественное употребление противоестественным подобно и мужчины оставив естественное употребление женского пола разжигались похотью друг на друга мужчины на делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение и как они не заботились иметь бога в разуме то предал их бог превратному делать непотребство так что они исполнены всякой неправды блуда лукавства корыстолюбия злобы исполнены зависти убийство распри обмана злонравия злоречивы клеветники богоненавистники обидчики самохвалы горды изобретательны на зло непослушны родителям безрассудны вероломны нелюбовны непримиримы не милостивы они знают праведный суд божий что делающие такие дела достойны смерти однако не только их делают но и делающих одобряют страшный суд не будет похож на народный и на верховный рот людской дурной и греховный он возможно не не выгонит в дрожь может быть бедный рот людской от боярица отопрется откричится и оторвется и тихонько уйдет на покой а покой это вам не рай это вам не поповский фетиш где что хочешь то выбирай куда хочешь туда и поедешь страшный суд не имеет средств чтоб взвалить на себя этот крест устроение рода людского он поступит иначе толкова словно бедного профсоюза в доме отдыха он разрешит самые неотложные узы и в округе гулять разрешит и трехразовым он питанием обеспечит постельным бельем и культмассовым воспитанием вот и весь возможный объем благ а более даже странно ждать от тех роковых минут потому что он все-таки страшный не какой-нибудь суд б слуцкий второе послание коринфянам 5 10 ибо всем нам должно явиться предсудилище христово чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое откровение двадцать двенадцать и увидел я мертвых малых и великих стоящих пред богом и книги раскрыты были и иная книга раскрыта которая есть книга жизни и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими не наслаждение жизни цель не утешение наша жизнь о не обманывайся сердца о призраке не увлекайте нас цепь угрюмых должностей опутывает и неразрывно когда же в уголок проник свет счастья на единый миг как неожиданно как дивно мы молоды и верим в рай и гонимся и вслед и вдаль за слабобрежущим видением постойте нет его угасло обмануты утомлены и что ж с тех пор мы мудры стали ногой отмерили пять стоп соорудили темный гроб и в нем живых себя заклали премудрость вот урок ее чужих законов несть ермо свободу схоронить в могилу и веру в собственную силу в отвагу дружбу честь любовь займемся болью стародавной как люди весело шли в бой когда пленяла их собой что так обманчиво и славно а с грибоедов евангелие от мотфея пятнадцать четырнадцать оставьте их они слепые вожди слепых а если слепой ведет слепого то оба упадут в яму второе петра два девятнадцать обещают им свободу будучи сами рабы тления ибо кто кем побежден тот тому и раб простите милые ведь я вас скоро брошу не вынесет спина то дьявольскую повисну но бога не увижу сатану среди кривляющихся ратей когда узрев тебя в жару чужих объятий услышу вздох твой и как буря застану давид самойлов евангелие от матфея 25 41 тогда скажет и тем которые по левую сторону идите от меня проклятые вагой вечный уготованные дьяволу и ангелом его 1 иоанна 5 5 кто побеждает мир как не тот кто верует что иисус есть сын божий римлянам 16 20 бог же мира сокрушить сатану под ногами вашими вскоре благодать господа нашего иисуса христа с вами слушай поганое сердце сердце собачье мое я на тебя как навора спрятал в руках лезвие рано ли поздно всажу я в ребра холодную сталь нет не могу я стремиться в вечную сгнившую даль пусть поглупее болтают что их загрызла мечта если и есть что на свете это одна пустота 1916 год Сергей Есенин притчи 1414 Человек с разращенным сердцем насытится от путей своих и добрый от своих Исайя 32 6 Ибо невежда говорит глупое и сердце его помышляет о беззаконном чтобы действовать лицемерно и приносить хулу на господа душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего Евангелие от Матфея 15 19 Ибо из сердца исходят злые помыслы убийства прелюбодеяния любодеяния кражи лжесвидетельства хуления пришла прошлась по туалету стара болезненно бледна нигде нигде глазам отрады нету как будто здесь здесь была война опять какая-то зараза сходила мимо унитаза окурки пробки грязь о боже за что казнишь меня за что же в ребятах тоже нет веселья улыбки сонно даря еще качаются с похмелья отметив праздник октября 1959 год н. рубцов послание титу 1.15 для чистых все чисто а для оскверненных и неверных нет ничего чистого но осквернены их осквернены и ум их и совесть третья ездра 15.36 и помет человеческий доседла верблюда страх и трепет великий будет на земле